Первая книга Паральпоменон, глава 10. Саула усилилось, и стрелки устремились на него так, что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему, — Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не наругались надо мною. Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. А оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых, и нашли Саула и сыновей его, падших на горе Гелвуйской. И раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить осем пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иовис Галаадский, все, что сделали филистимляне Саулом, и поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Иовис, и похоронили кости их под дубом в Иовисе, и постились семь дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа, зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иесею. Спасибо.